Так, у нас есть традиция, вы в курсе, мы пристраиваем кошек, котов бездомных, это Рыжий, да, вот это у него Рыжий, его зовут, если вам придет в голову назвать его как-нибудь по-другому, можете придумать ему имя, Рыжему. А певицей вы какого жанра собирались стать? В каком возрасте вы себя готовили к этой профессии? Я никогда себя не готовила, я человек потрясающе ленивый, если мне что-то не нравится, я не могу заставить себя чем-то заниматься, и все попытки моих родителей заставить меня хотя бы выучить нотную грамоту, всегда заканчивали с полнейшим фиаско, потому что в первый раз меня привели в какую-то консерваторию, наверное, какую-то подготовительную группу для совсем маленьких детей, мне тоже было где-то в районе 5-6 лет, Мне, видимо, решили проверить вообще, есть ли у меня музыкальный слух, есть ли какие-то вообще способности, и, в общем, видимо, нашли какие-то способности, и решили, что мне нужно заниматься там сольфеджио, музыкальной грамотой. Я каждый раз приходила с чудовищной истерикой, со слезами, ссорилась со всеми, со всеми родными. В итоге мама решила, что просто мне там не нравится, надо меня оттуда забрать и пойти в какое-нибудь другое место. Так вот каждый раз с нуля я начинала, каждый раз на нотной грамоте всегда заканчивалась, потому что мне было легче на срок подобрать мелодию, чем действительно читать все вот эти, как это называется, полосочки и понять, что тут это ми, соль, си. Мне все было очень долго, муторно и очень сложно. Мне на слуху было легче запомнить, если там сыграть какой-нибудь там соловей, соловей. Вот. Потом я уже как-то занималась вокалом, но тоже недолго, и все, что я сейчас умею или не очень умею, в принципе, это как было, на таком уровне и осталось. Но какой вам жанр нравится? Хорошо. Мне джаз нравится, конечно. Почему? Вот это, конечно, слушать из уст юной девы абсолютно не конечно. Я не думаю, что очень много ваших, не знаю, как ваших друзей, но ваших сверстников, думаю, что не очень многие слушают джаз, мне кажется. Не знаю, может быть, я в каком-то таком кругу сверстников. Вы, наверное, в параллельном пространстве, да, конечно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додалев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.